На портал «Экзегет» поступают вопросы, и мы пытаемся на них ответить. Мне 17 лет, пишет наш корреспондент. Не хочу получать образование, а заниматься бизнесом хочу. Родители наставят. Как быть? Повиновение родителям – это прямое повеление Бога. Апостол Павел в посланке Фессиона в 6 главе 1 стихе пишет. «Дети, будьте послушны своим родителям, Господи, это ваш долг». Послушание и почитание родителей – это два разных слова. Мы знаем, что родители мы должны почитать, но вот здесь апостол говорит, что ещё мы должны быть послушны. Почитание родителей – это акт, непрестанный во всю нашу жизнь. От момента рождения человека до момента его смерти мы должны с вами почитать родителей. А быть послушными мы должны быть тогда, когда мы находимся у них в повиновении, в их зависимости от них. Но и это послушание, оно, в общем-то, должно носить определённый характер. Если родители не противоречат священному писанию, если родители не противоречат установлением церкви, ну, к примеру, запрещают ходить в церковь. Естественно, здесь вот послушание мы с вами не должны проявлять и вполне можем ходить в церковь, но стараясь сохранять мир в семье среди родителей и, естественно, между нами. Что же делать нашему дорогому корреспонденту, который не хочет получать образование, но хочет заниматься бизнесом? Ему 17 лет, как мы с вами помним. Естественно, в данном случае надо послушаться родителей. Родителей и получить всё-таки образование. По социальной статистике мы с вами знаем, что все стартапы, то есть все бизнес какие-то, проекты, планы и тому подобное, успешными почти на 100% начинаются с 50-летнего возраста. Человек, доживший до 50-летнего возраста и сохранивший живость ума, здоровый азарт, если так можно, в общем-то, выразиться, прекрасные, в общем-то, какие-то характеристики своей памяти и расчёта. Вот такие стартапы у таких людей, они почти 100%. Все стартапы, которые начинаются в 17-летнем возрасте, они тоже бывают успешными. Но успешными только на краткосрочное время. И мы знаем с вами из практики, что человек, который занялся бизнесом в 17, в 20, 25 лет, в основном, я хочу подчеркнуть, не все, конечно, но в основном, потом дальше, в общем-то, не продвигаются. Они начинают зарабатывать какие-то деньги, привыкают к этим деньгам, и деньги их развращают. Это обыкновенное свойство любых денежных единиц, не только долларов, рублей и юаней, но вообще любых денежных единиц, и вообще любого комфорта развращать человека. И вот из-за этого разврата человек очень часто теряет себя, как, в общем-то, человека, становится таким механизмом по зарабатыванию денег. И вообще в 17 лет – это замечательное время для того, чтобы получить образование, для того, чтобы стать интеллектуальным человеком. В 17 лет очень легко усваиваются какие-то особенности. Я помню себя в 17 лет, чтобы выучить стихотворение, мне достаточно было его повторить два раза. Сейчас мне его надо повторять 20 раз в день на протяжении целого месяца. Тогда только потом я выучиваю. Он уже не тот. Не теряйте время на бизнес, тратьте своё время на образование, на интеллектуальный рост, для того, чтобы войти в полноценную жизнь, которая, поверьте, начинается лет с 35-40, не раньше, в полноценную жизнь для, в общем-то, своих замечательных стартапов, которые вы осуществите. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok